Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. Меня зовут Евгения Даровская. Завершается монтаж нашей студии. В ближайшее время мы выйдем в эфир в обычном формате, но пока работаем в нашей редакции. Итак, смотрите сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соответствующий законопроект совсем скоро будет внесен в Алтайское законодательное собрание. Губернатор края Александр Карлин поручил своим подчиненным тщательно проработать этот вопрос. Этот вопрос глава региона обсудил сегодня в ходе совещания со своими заместителями. По словам губернатора, социальную поддержку должны получать все пожилые люди, не имеющие кормильцев. Предполагается, что те, кому 70 лет и больше, будут платить только половину необходимого взноса в фонд капитального ремонта. А тем, кому исполнилось 80 лет, и вовсе освободят от выплат. Оплата будет производиться за счет краевого бюджета. Губернатор поручил подготовить основу для принятия соответствующего законопроекта. По словам Александра Карлина, его необходимо рассмотреть в ходе мартовской сессии КЗС и по возможности принять сразу в окончательном чтении. Целесообразно придать этому закону обратную силу и предусмотреть выплату субсидий за период, начиная с 1 января текущего года. В Бийском районе выяснили причины обрушения потолка на 12-летнюю девочку. Трагедия произошла в двухэтажном доме поселка Ясная Поляна. Ребенок от полученных травм погиб. Подняли все. На возу была такая куча голубиного помета. И когда подняли, то все, что на ней лежало, за волосы ее вытянули, а она уже синяя. В квартире на втором этаже девочка проживала с бабушкой. Утром 27 февраля ребенок собирался идти в школу, но почувствовал недомогание и прилег на диван, после чего произошло обрушение потолка. Дом 59-го года постройки, по словам жителей, ни разу не ремонтировался. И несмотря на то, что в нем размещается 8 семей, строение якобы последние несколько лет числится как нежилое. Кстати, потолки во всем доме выглядят ненадежно и вызывают опасения жильцов. Им предложили переселиться, но пока все остались жить в своих квартирах. По факту гибели ребенка следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 109 Главного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. Следствиям будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию данного здания, а также должностных лиц органов местного самоуправления. В Краснощоковском районе на этой неделе начнется прием заявок на замещение вакантной должности главы администрации. Действующий руководитель муниципалитета Евгений Петров подал в отставку. Депутаты прошения главы администрации приняли. Решение он мотивировал тем, что считает себя частично ответственным за скандал со своим заместителем Сергеем Тепловым. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас обязанности руководителя исполняет Михаил Баранов, который сейчас фактически остался единственным высшим лицом в администрации Краснощоковского района. Впрочем, все процессы, по его словам, идут в штатном режиме. Муниципалитет активно готовится к туристическому и аграрному сезону. Мы все же связываем большие надежды на 2016 год. Это именно развитие туризма в нашем районе, участие в различных программах, проектах. Вот этот блок вопросов для нас очень-очень важен. Отстоять свои права, записав проблему на камеру мобильного телефона, сможет любой желающий. В Алтайском крае запускается политический проект «Я прав», организатором которого выступило региональное отделение партии ЛДПР. В любой неприятной ситуации снимайте ролик. Такой совет дают алтайские либерал-демократы, одобряет сам Владимир Вольфович. Включать камеру телефона нужно всегда, если вы понимаете, что нарушены ваши или щита права, уверены в ЛДПР. Подобные видеообращения партия уже не один год собирает со всей России. Ну все очень плачевно, короче, я не знаю, что делать. Раньше я хоть рассчитывала, что моя очередь будет двигаться и все. Теперь я просто не знаю, что делать. Помогите, пожалуйста. Протекающая крыша, хамство на кассе супермаркета, яма на дороге или еще хуже, вымогательство взятки. Круг проблем, который может попасть в объектив камеры и в проект «Я прав», ничем не ограничен. По всем видеороликам у нас будут составлены депутатские запросы, соответствующие органы. Все видеоролики, они останутся без внимания. И самые лучшие видеоролики будут отобраны профессиональным жюри. Авторов самых злободневных видео ждут ценные призы. А победителю достанется главный приз, а также специальный бонус. Один год бесплатного обучения в Московском институте мировых цивилизаций, учредителем которого является сам Владимир Жириновский. Институт мировых цивилизаций предлагает студентам своим проходить стажировку в Государственной Думе, во всех государственных учреждениях. Плюс к этому предоставляется бесплатное общежитие в центре Москвы и также 40-процентная скидка на питание в студенческой столовой. Свои ролики для участия в проекте «Я прав» нужно отправить на электронный адрес, который вы видите на экране. По всем вопросам также можно обратиться по телефону 63-65-46. Екатерина Гаськова, Маргарита Белова и Алексей Фризин. Наши новости. Вопреки слухам, радиостанция «Серебряный дождь» в Барнауле закрыта не будет, даже несмотря на смену собственника. Об этом сегодня нашим новостям сообщил генеральный директор издательского дома «Алтопресс» Юрий Пургин, ранее владевший франшизой. Сегодня стало известно, что «Алтопресс» продал радиостанцию неким московским предпринимателям. По условиям контракта имя инвестора не разглашается. Неизвестны пока и его планы на чистоту «Серебряного дождя» в Барнауле. Новый руководитель компании, известный в крае как автокритик Александр Михельсон, заявил, что окончательное решение о формате радиостанции еще не принято. Пока же на «Серебряном дожде» будут вещать только московские программы. «Алтопресс» же теперь сосредоточится на развитии своих интернет-ресурсов. Спустя полтора года сделка наконец финишировала. Финишировала с положительным финансовым результатом. И это позволяет нам нормально инвестировать проекты в интернете сегодня. С «Серебряным дождем» город не прощается, потому что его вещание будет идти еще достаточно долго. Как минимум, пока владельцы не определятся окончательно с форматом своей станции. До 14 марта Алтайский экономико-юридический институт должен устранить все замечания Рособранадзор. Иначе он просто не сможет выдавать дипломы, установленного Министерством образования и науки образца. В конце февраля наш вуз попал в список 8 российских учебных заведений, лишенных аккредитации. На рынке образовательных услуг Алтайский экономико-юридический институт работает 22 года. Но впервые ему приостановили действия государственной аккредитации. Паники среди студентов и преподавателей вуза нет. Занятия проводят, как и раньше. Единственное руководство вуза, говорят, здесь работает практически без обеда и выходных. Пытаются устранить замечания. Замечания нам были выдвинуты достаточно незначительные. В основном они связаны с документооборотом. Конкретные примеры, допустим, по поводу оформления сайта института. После устранения всех замечаний в Рособорнадзор будет подан соответствующий акт. И, возможно, Алтайскому экономико-юридическому институту вернут госаккредитацию. Напомним, в январе за неисполнение предписаний в установленные сроки федеральная служба также запретила прием студентов Алтайской академии экономики и права и филиалу Алтайского госуниверситета в Белокурихе. Ранее в ноябре прошлого года аналогичные меры были применены в отношении Алтайского аграрного университета. Под занавес прошлого года запрет был снят. Ольга Калачева, Николай Шилко. Наши новости. В Заринске спортивный бум. Рекорды по популярности бьют беговые дорожки, а также гири. Турнир по этим двум видам спорта организовало градообразующее предприятие «Алтайкокс». Состязания посвящены памяти первого директора завода. С подробностями Кирилл Политов. Перед стартом обязательная процедура. От того, как будет подготовлен инвентарь, зависит успех всей гонки. Лыжне все возрасты покорны. Такого массового старта, говорят болельщики, Заринск уж точно не видел. Более 350 спортсменов со всего края встали на лыжи. Биться за золото пришлось на различных дистанциях. Самые юные добро пожаловать на трассу в тысячу метров. Те же, кто постарше, преодолевали 3, 5 и 10 километров. Спасибо большое за проведение, конечно. Всегда приятно, когда призы хорошие. Всегда участвовать с желанием участвуем. И люди приезжают тоже с огромным желанием. Этот спортивный праздник – своего рода визитная карточка предприятия «Алтайкокс». Традиции здесь чтут. Вот уже более 20 лет состязания посвящают первому директору завода Александру Котовичу. Любят в Заринске не только лыжи. Гиревой спорт также в почете. С каждым годом борьба за золото приобретает массовый характер. В призерах работники «Алтайкокса» – это тоже добрая традиция. Технически правильно еще надо выполнять. А так, была задача дотерпеть, дожать, победить. Дотерпеть, дожать и победить работникам завода удалось и в лыжных стартах. Добывать награды порой приходилось из последних сил и на последних метрах. Впрочем, тут актуально извечное. Главное не победа, а участие. Каждый спринтер получил сладкий приз. Победители состязания удостоены дипломов и подарочных сертификатов от завода «Алтайкокс». Память Бориса Немцова в эту субботу почтили в Барнауле. В день первой годовщины со дня гибели политиков в краевой столице, как и во многих городах России, прошли митинги. Барнаульцы возложили цветы и зажгли свечи у памятника жертвам политических репрессий. А в двух районах города общественники установили баннеры с фотографией погибшего оппозиционера. Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы. Об этих людях в народе слагают шутки. Например, говорят, что старость к ним приходит в четыре раза медленнее. А еще им не страшны високосные годы, потому что это единственный шанс отметить день рождения вовремя. Наш следующий сюжет о тех, кто родился 29 февраля. Для работников роддомов 29 февраля обычный рабочий день. Но не для мам-роженец. Сегодня та дата, в которую женщины или ни в какую не хотят рожать, или наоборот стремятся. И не важно, что день рождения у ребенка будет лишь раз в четыре года. Верят, что он будет особенным. Есть девочки, которые прям хотят 29-го рожать. Но реакции совершенно непредсказуемые. Но что касается плановых операций, которые мы можем предусмотреть, плановые кесарево сечения, большинство женщин отказывается 29-го числа. Обычный рабочий повседневный день. Какой-то такой особый примет на 29 февраля. Я думаю, что нет докторов. Между тем, сейчас на планете живет больше пяти миллионов рожденных в самый редкий день. Пока одни боятся этой даты как огня, другие возводят ее в культ. Так, в соцсетях есть даже группы для тех, кто родился в особый день. Но особый ли? Барнаульский астролог Николай Пантелеймонов возражает. По его мнению, этих людей отличает одно, так называемая, душа поэта. Сентиментальность, гуманность, эмоциональная развитость. Этих людей отличает глубокий психологизм. Глубокая проникновенность, сочувствие, сострадание. Ну и как бы все 10 христианских добродетелей. Эти люди действительно просто вынуждены раз в 4 года отмечать свой истинный календарный день рождения. А энергетический фон, он такой же. А пока кто-то продолжит спор о таинственной дате, другие могут просто поздравить знакомых с этим днем. Ведь звезды и приметы, это, конечно, загадочно. Но день рождения все-таки наступает нечасто, раз в 4 года. Анастасия Дороган, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости. В Яблочко Барнаулец Сергей Каменский завоевал сразу две золотые медали чемпионата Европы. Турнир по стрельбе из пневматического оружия завершился в Венгрии. Сергею не было равных как в личном, так и в командном зачетах. О других новостях спорта расскажет Кирилл Политов. Докатился Андрей Соболев, обладатель малого крустального глобуса. Эту награду наш земляк завоевал на Кубке мира в турецком городке Кайсейре в дисциплине «Параллельно гигантский слалом». Андрей был быстрее всех своих российских коллег. Вот правда, такой результат не позволил сноубордисту с Алтая подняться на пьедестал. Есть четвертое место. В заезде за бронзу первым пересек финишную черту немецкий спортсмен. И тем не менее, четвертая строчка принесла в копилку Соболева 500 очков и итоговое первое место. Загрызли. Алтай разгромлен в первом матче серии игр на вылет тамбовскими волками. Счет встречи 7-4 в пользу хозяев льда. Впрочем, не все так безнадежно и было. В Парна улице по ходу игры горели 3-0. Тем не менее, смогли не только догнать волков, но и перегнать. Вот только сил не хватило. Подвели в первую очередь, как скажет главный тренер Алтая, молодые защитники. В эти минуты идет вторая битва между командами. Напомним, плей-офф длится до трех побед. Исторический камбэк. Именно с таким заголовком сегодня вышли практически все региональные СМИ. Игроки Алтайбаскета, в отличие от коллег-хоккеистов, буквально растоптали оппонентов из Тамбова. Удивление болельщиков вызвал результат четвертой четверти. 22-0. Такой мощный рывок позволил сине-белым одержать уверенную выездную победу 72-57. Хэт-трик. На этот раз его оформил не вездесущий Криштиану Роналду, а сборная Павловского района. Именно этот коллектив в третий раз подряд стал победителем зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая. Турнир принимал Смоленский район. Серебро у ребрихенцев, бронза у представителей Каменского района. Из-за аномальной для этого месяца погоды программу игр пришлось подкорректировать. В один из дней отменили лыжные эстафеты. В следующем году огонь игры Смоленского района будет передан в Завьяловский. Кирилл Политов. Наши новости. В нешуточной схватке на Барнаульском ипподроме в этот уикенд сошлись мастера зимнего пилотирования Урала, Сибири и Казахстана. За ходом турнира по зимним трековым гонкам на Кубок губернатора наблюдал Алексей Янкин. Одна на всех. Победа им не нужна. Лучшие пилоты Урала, Сибири и Казахстана приехали на Барнаульский ипподром за личным триумфом. В качестве приятного дополнения к нему организаторы презентовали вот этот автомобиль отечественного производства. Приз от пиловаренного завода. Мы вообще любим технические виды спорта. Я же говорю, я в прошлом, в Советском Союзе еще, пацаном был на мотоцикле гонял, мотоспортом занимался в Десафе. И вот мы пытаемся за счет энтузиастов как-то возродить. Энтузиастов экстра-классов в Барнаул приехало немало. Аж 25 участников. Знатоки говорили, такому составу асов и Кубок России позавидуют. Там и дюжину мастеров собрать проблема. Любо-дорого было смотреть, что творили гонщики-виртуозы на обледеневшей за ночь дорожке. Да еще без шипов. По регламенту соревнований их быть не должно. Не обошлось без остренького. Зрители на трибунах и необелеченные любители на гаражах стали свидетелями целой серии драматических аварий. К счастью, без жертв и со счастливым концом. Особенно не везло к переднему приводу. Центробежная сила то на бурт забросит, то на бок повалит. Передний привод более захватывающий, он более скоростной. Аварии пожестче, наверное. Безоговорочным триумфатором турнира на Кубок губернатора и обладателем белоснежной «Лады Гранты» стал Барнаулиц Станислав Сергеев. Это в классе переднеприводных. А на заднеприводной классике быстрее и удачливее всех оказался бейчанин Алексей Пустовалов. По окончанию этого сезона отправим все документы в Российскую Автомобильную Федерацию и будем просить статус Кубка России. Алексей Янкин, Павел Лауранин. Наши новости. Таким мы видели этот день, корреспонденты программы «Наши новости». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, я Наталья Питахина. Я главный редактор телеканала «Наши новости». Уже 10 лет мы меняемся вместе с вами, а в новом сезоне, он для нас юбилейный, будут новые лица и новые программы. Но мы все такие же наши, это с одной стороны. С другой стороны, мы теперь краевой полезный телеканал. Смотрите нас в удобное время и проводите его с пользой.